Бутерброды с котлетой и шиш-чевап – это сербский шашлык. Привлечь на стадион болельщиков на матч с Тамбовым главный тренер «Крыльев Советов» Мядрак Божевич надеялся именно так. Ведь результативного зрелища с победными голами самарские фанаты футбола не видели уже четыре последних матча. И как результат – последнее место в турнирной таблице чемпионата страны. Однако, несмотря ни на что, руководство клуба верит в талант сербского специалиста и увольнять его пока не собирается. Любая команда, а у нас пришло большое количество игроков, она, конечно, подразумевает тоже какой-то период для взаимодействия. Вероятно, что есть оценки, что это время для организации взаимодействия, взаимопонимания несколько затянулось. Но мы же видим, игра интересная идет, игра интересная, атакующая, голы забиваем. Забивать мячи в матче против Тамбова самарцы начали только во втором тайме. Первый залетел с пенальти. Отличился лидер «Крылышек» Александр Соболев, который стал лучшим игроком встречи. По мнению главного тренера Тамбова, этот гол выбил команду из седла. Потому что пенальти не было. Пенальти выдуманный. Он мифический. А с него счет стал 1-0. Все. Игра закончилась. Игра закончилась, но не для футболистов «Крыльев Советов». Уже через две минуты счет стал 2-0. Максим Канунников оформил первый гол в этом сезоне. А главный тренер Меодрак Божевич рассказал, победа закономерна и клуб будет уверенным середнячком в национальном чемпионате. Было очень много неудачных поражений в последних минутах. Нормально это давить на футболистов. Это было очень трудно. Но думаю, что сегодня мы сделали хороший шаг вперед. Думаю, что надо появиться больше уверенности. Победив Тамбов, «Самарские крылья» резко взлетели с 16-го места, с самого дна турнирной таблицы, на 10-е. Опереди в «Казанский рубин» по разнице забитых и пропущенных мячей. У обеих команд по 11 очков. Не хотелось бы говорить о фортуне. Наверное, сегодняшняя победа была добыта тяжелым упорным трудом. Все ребята старались, бились. Но самое главное, сзади ноль. Следующий матч «Крыльев Советов» сыграют в гостях у Сочи, затем в Оренбурге. «Самар Ариэна» ждет болельщиков 27 октября. В воскресенье «Крылышки» встретятся с одним из лидеров Премьер-лиги, питерским «Зенитом». Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.